Добрый день, уважаемые телезрители и любители смешанных боевых единоборств! В эфире программа Extra Round и я ее ведущий Асланбек Бадаев. Каждую неделю к нам в гости приходят профессиональные спортсмены ММА и не только, и рассказывают, а самое главное показывают свои коронные приемы. Статусу достойного спарринг-партнера пытаюсь соответствовать я. Итак, поехали! Сегодня у нас в гостях один из пионеров чеченского ММА и один из первопроходцев этого вида спорта в нашей стране. Боец карьеры, которого начиналось в те времена, когда еще не было такого понятия, как Шердог, Беслан Исаев. Беслан, ассаламу алейкум! Прежде чем приступить к основной части нашей программы, предлагаю уже по сложившейся традиции зрителям ознакомиться с твоей карьерой и посмотреть нарезки твоих поединков. Итак, смотрим бои Беслана Исаева. Беслан! 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 Беслана! Беслан Исаев Беслан Он завершил досрочно Следующий поединок Исаева Запланирован на апрель В лиге ACB Беслан В 2014 году Ты провел 6 поединков Такая высокая активность У тебя была 6 побед В 2015 Немного отличался Всего лишь 2 поединка Расскажи С чем это связано Почему так редко Видели тебя в боях В 2014 году Я выступал За поезд ACB Потом Помимо этого Были еще Некоторые турниры После того Как я Выступил Выиграл поезд ACB Я поехал в Америку Чтобы попробовать Посмотреть У меня получится Посмотреть В каком состоянии На каком этапе Сейчас ты находишься И когда мы В следующий раз Увидим тебя В бою И самое главное То что нас беспокоит В какой организации Это произойдет Ну скорее всего Это будет ACB Я думаю Что Скорее всего Это моя Конечная остановка В бою У меня Запланирован В апреле В 23-м По-моему С Гайлом Грибон Он был Состояться Должен был Предыдущий бой Который у меня был С Бразильцем Там В связи с Какими-то Аппаратическими Проблемами Не получилось Ему приехать И сейчас Снова поставили С ним Поэтому Он хороший Боец Тем более Можно сказать Что я После того Ушнего боя Ничего не делал Поэтому Посмотрим Если я буду Себя Хорошо чувствовать И проведу Был успешен То наверное Постараюсь Еще несколько Боев А если Для меня Сложится Не так уж Хорошо То буду Думать Смотрим Бестан О карьере Мы еще поговорим Во второй части Нашей программы Сейчас Хотелось бы Поговорить О твоих Сильных сторонах Ты Одержал 33 победы И 6 побед Из них Были Одним и тем же Приемом Удушающим Гильотина Очень интересно Было бы узнать От тебя От первого лица Как этот прием Проводится Как ты подводишь Вообще К нему И рассказать О нюансах Ну Начнем с того Что Изначально В то время Когда я Непосредственно Начал Вниматься И ломать У меня не было Навыков Ударной техники Я занимался Тогда Вольной борьбой И Можно сказать Таким Партером Такое понятие Партер Тогда Не было Как раз Сейчас Боевое Самое И В основном В те времена Часто Все Применяют Эту приему Делали Удушающие Гильотины Суки Возможно Я его делал Потому что Арсенал Моей Бойцовской Базы Не так уж Богат По сравнению Тем, что Я имею Сейчас В арсенале И поэтому Я побыстрее Закончил Бой Прибегал К этому Приему Лишь поэтому Я его проводил И самое интересное Я не знал Съедет Тонкости И при этом Почему-то Он мне всегда Хорошо получался Хотя Сейчас В последнее время Я его пытаюсь Сделать Но У меня Не получается Как раньше И поэтому Я Убрал Из своего Арсенала Потому что Если он Тебя не прошел То много Затрачивается Сил И в итоге Полотвение Получается Но видимо Это доказывает То, что Твой бойцовский Арсенал Стал шире И теперь Ты используешь Другие приемы Беслан Мы знаем То, что Гильотина Проводится Из двух Положений В стойке И в партере Расскажи Пожалуйста Давай разберем Два этих Положения Нюансы Как именно Со стойки Начинает Этот прием В каких Ситуациях Ну Я думаю Что Со стойки Попроводят Тот момент Когда Человек Идет На проход Либо Радвижается С соперником Ну да Допустим Бросаем удар И пытаемся Пройти Да В этот момент Примерно В это Боложение Когда вы Прихватили Шею Если вы Не закинули Ноги На туловище То Рассказать Соперника Будет Очень тяжело Это один момент И второй момент Если вы В этом Захвате Удовольствие Прихватить Где-то Поблизости С сетки Или к рингу Допустим Допустим Вот Перейдем Вот сюда Если ваш Топенник Ему уже Не пройдет Вам просто Остается Лишь давить И потом Уже Вот Примерно Вот так И не получилось Какая Постановка Рук Бывает Преудушающим Как правильно Ставить руки Чтобы Именно Насколько Я знаю Твердой Частью Надо Долгить На коды Ну Я не знаю Я вот Эти нюансы Мелочи Я не знаю Ну Фак Обычно Что я делаю Это Постяжки Я Ставлю На гортане И давлю Рук Дело То Что Делал Я Срабатывал Недостаток Нюансов Ты Восполнял Физической силой Своей Наверное Это Играло Ключевую роль Я думаю В этом Приеме Потому что Профессионально Четко У меня не получалось Но Тем не менее Я думаю Из-за того Что я его Хорошо растягивал Наверное Это Играло Ключевую роль Беслан Один момент Ты нам показал Гильотина со стойки Теперь Гильотина в партере Насколько я знаю Тот же проход Наверное Начинается Вот допустим Я прохожу тебе в ноги Низкий Да Более Проход То же самое Просто Ключевая задача Это Просто Зацепить Ноги Заход Вот Если вам Удалось Делать этот Заход То Можно сказать Что 80% Ваш соперник От этого приема Не уйдет А так Если у вас Не получилось Сделать захват То Он в любой момент Может выгнутиться И И уже Отсюда Подняться Беслан Насколько важно Вот Именно Захватить шею Во время Прохода Или Ее можно Перехватить Когда ты Находишься В партере Есть ли в этом Какая-то Особенность Ну Это я думаю Что просто Примерно Такой легкий Набросок шеи Можно сделать А уже Как бы Кавкан Можно Затеревать Тогда Когда уже Вы полностью Захватили Его Отсюда Либо Одну ногу Примерно Зацепить Чтобы у вас Был рычаг Чтобы вы Могли его Растягивать Беслан Беслан К сожалению Ты узнал И обратную Сторону Этого Приема В одном Из Поединков С Осамом Ниев Швеции Ты сам Попался На эту Гильотину Наверное Не очень Приятные Ощущения Были Но Тем не менее Расскажи Что чувствовал И вот То что Ты не Постучал Для тебя Принципиально Не стучать В бою С Осамом Ниджая Когда я туда Приехал Это был Очень габарит Мощный парень Физически Он намного Привысходил Меня Я видел Его бои Где он Всегда Делал Этот Принемни Практически Процентов 50 Он всем У него Проходил В основном Это было Наверное Его коронка В этом бою Когда мы Начали с ним Драться Он Изначально Был Базовым Боксером И поэтому Я все-таки Ожидал Что Он тоже Будет работать Против Меня Поэтому После того Как я нанес Ему лоу-пик И ударил Он сразу Прошел Мне Проход Я вообще От него Не ожидал Ну и в итоге Мы повозились Я тоже Пытался Ему сделать И когда Он мне Прихватил Шею Через руку Он ее Прихватил Через руку И Надо сказать Что этот парень Действительно Был Физически Очень крепкий Он меня Настолько Сильно Растянул И когда Мы с ним Упали В партер Я думал Что Все-таки Я пережду Этот момент И нас Поднимут Стойку Такого Болевого Ощущения Я не Ощущал Но Так как У него Был хороший Портозахват Я думал Он меня Передавил Сон Незаметно Незаметно Заснул Там Ничего Принципиального Такого Не было Если Я ощущал Какую-нибудь Боли Или Дискомфорт Я Наверное Все-таки Я Простучал А так Просто Так Вышло Я Просто Отключился И потом После Остановки Боя Пришел Беслан А вообще Вот Если Брать Все Твои Поединки В карьере Их У тебя Было 40 Получается Ровно Какой Бой Был Самый Запоминающийся Для тебя Есть ли Такие Поединки В твоей Карьере Я Не могу Выделить Один Бой Чтобы Мне Бой Самый Запомнился Наверное Запоминаются Те Бои В боях Которых Ты Ощущаешь Большое Давление Я Усталость Где Тебе Надо Выходить На Характер Где Ты Уже Никакой И Тебе Надо Оставшиеся Раунды У Валерия Бои Больше Сего Запоминаются Такие Сложные Моменты Их Было Я Думаю Было Немало Потому Что Таких Условий И Такого Видения ММА Как Есть Сейчас В наше Время Именно У нас В республике Да И Вообще В России Раньше Такого Не Было Поэтому Именно С Выносливостью С тактическим Планом Этим Еще Мы Тогда Не Знали Поэтому Приходилось В основном Влазить На Волевых Качествах Когда-то Это Срабатывало Но В основном Это Было Провально Я Так Считаю Сейчас Все равно ММА Сейчас Совсем Другое И Спас Намного Намного Понятно Беслан Вот Как раз Продолжение Этой Темы Мы Сегодня Говорили То Что Ты Свою Карьеру Начал Еще В те Образно Говоря До Исторические Времена Как Любят Говорить Болельщики Когда ММА Только На Заре ММА У нас В стране Очень Зрелищный Бескомпромиссный Стиль У тебя Был Даже В ранних Боях А не было Ли у тебя Такого Соблазна Подстроиться Вот Под эту Современную Тенденцию И вот Выступать Разрабатывая План На бой То есть С меньшим Для себя Повреждением Где-то Аккуратно Поработать Не было Ли Такого Тебя Соблазна И Насколько Тебе Вообще Важно Показать Зрелищный Бой Ну На самом Деле Я Так Не знаю Что Изначально Когда я Начинал Заниматься Моя задача Была Просто Выиграть Бой Не важно Как я это Делаю Ну Со временем Я так думаю Что Как Спортсмен Или Человек Который Хочет Достигть Какого-то Уровня В том Что он Занимается Я думаю Что Сейчас Мне интереснее Проявить Технику Показать Что-то И Если в бою У меня Что-то Хотя бы Получилось Из того Что я Планировал То Возможно Это Техника Какой-то Фундамент У меня Уже Какая-то База Появилась Сейчас Нет-нет Что-то Получается А те Бои Которые Были Раньше Все-таки Они пошли Чисто На характере На волевых Каких-то Качествах Это Было Чисто Просто Драк Которого Выиграть Или Которого Попадет Беслан А вот Был ли Какой-то Один Поединок После Которого Ты понял Что Вот он Я С другой Формацией Вот Именно Той Формацией Которой Мы Сейчас Говорим Современной С планом На бой И С определенной Базой Техникой Всю Свою Карьеру Которую Я Уступал Мой Возможно Я Был Без Тренера Хоккей Конечно Было Хорошо Если Над тобой Работала Команда И Непосредственно Именно Над тобой Работала А Сейчас Когда Ты Приходишь Зал Сзади Очень Много Ребят И Два Тренера Один Тренер Он Не Можешь Удерить Внимание Каждому И Поэтому Я Постоянно Уже Для Меня Это Вошло Как Привычку Я В основном Готовлю Сам По Себе Конечно Мне Помогают Тренера Кто-то На работе На Лапах Кто-то В борьбе Именно Эту Индовидальную Работу Манеру Тактику Я Можно Сказать Сам Себе Ставлю Хотя Она И Такая Уж Не Так У меня Хорошо Это Получается Но Тем Не Менее Примерно Какие-то Наброски И Что Я Могу Ожидать От Соперника Какое-то Предположение У меня Бывает И Двое Беслан Показал Ты Прием Гильотина В партере А Теперь Давай Перейдем К Стойке Несмотря На Последних Поединках Стал Таким Лютым Нокаутером На Все Бои Досрочно Заканчиваешь Именно В стойке Покажи Нам Пару Комбинаций Где-то Своих Любимых Как Ты Любишь Бои Стойки Проводить И Как Подводишь Именно Таким Ситуациям Любимым Ну Я Не знаю В основном Что я Делаю Это Постоянно Прибиваю Переднее Лов Вы Наверное Заметили Вот Ногой Ну И В основном Я Делаю Двойку Это Бывает То Я Начинаю С Левы Правый Живот Либо С Живота На Голову Я Перехожу Я Думаю Что Изюминка Заключается В том Что Я Пытаюсь Это Делать На Большой Скорости Это Получается Внезапно Момент Когда мы с ним Проводим бой После обмена Ударом Если Какой-то Примерно Если Находишь В какой-то Бле Что Я Пытаюсь Моментом Взорваться И Просто Нанести Удар Когда Это Срабатывает Это Нет Но Для этого Тебе Нужно Раскрывать Соперника Или Ты сам Первым Номером Действуешь Ну В основном Последний Бой Сейчас У меня Был С Бразильцем Я Постоянно Атаковал В голову Так Как У него Была Хорошая Защита Все Удары Которые Я Наносил В область Головы Ни одного Чистого Попадания Не было И Поэтому Я Не могу Сотвести А Уже В конец Боя Когда Я Попал Живот Наверное Это Был Болезненный Удар На него И Руки Опустились И В этот Момент Не скажу Что Я задумывал Этот Удар Машинально Я Попал Слево Сбоку И Это Был Чистый Удар Который Повлиял За собой Мою Победу Вот Удар Коленом Ты Сказал Тоже Часто Мы Видели Нокаут Исполнение Твоем Именно Ударом С колена Ты Обычно Ждешь Когда Тебя Пройдут Ноги Или Ты Со Стойки Можешь Тоже Ударить Ну Мне Нравится Наносить Со Со Стойки Ну Такого Класса Превосходство Ударом Колена Со Стойки Пока Что Я Не Добился Успеха Это Хороший Получается Тайский Боксер А так Если Обычно Удар У меня Хорошо Получается Когда Я Соперника Вот Примерно Я Прижимаю Кринак А Вот Я Стараюсь Вот Эту Руку Отключать И Работаю С одной Рукой И Вот В этот Момент Я Наношу Ее В область Головой Или В область Солнечного Сплетения То есть В клинче Да Получается В основном Там Удар Проходит Либо Если Например Вы Меня Атаковали И То же Самое Я Стараюсь Спирал Вас Отодвинуть Оставляю Место Для того Чтобы Нести Удар Колен И Отсюда Я Уже Наношу Колен Пост Раз Оттягиваюсь И Отсюда Бьешь А если Во время Прохода Борец Обычно Вольники Очень Низко Проходят Есть ли Возможность Оттуда Встретить Соперника Ну Да Я Сказать Честно У меня Никогда Это Не Получалось Делать Один Раз Я Помню Зацепил С ветераном UFC Если Я Не Ошибаюсь Коди Маккензи Да Да Тоже Я Не Ожидал Проход Да Допустим Проход Ной Кузь И Сразу Сюда Да 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 Ну Я Такой Техникой Дистанции Я Пытаюсь Что В основном Где мне Получается Применять Это Когда я Провожу Обмен И В этот момент У меня Более всего Получается Провести Беслан Многих Интересует Вопрос Который Наверное Каждому Второму Каждому Первому Бойцу Задают Нашему Можем Рассчитывать На то Что Увидим Тебя В UFC Когда Нибудь В этом Плане Есть Что Нибудь Конкретное Ну Я Думаю Что Просвета В этом Пока Что Нет Мое Мнение Я так Думаю Что Я туда Все Так Не Попаду Поэтому Скорее Всего Если Я Постараюсь Оставше Время Повести Здесь Свою Себю Что Для Меня Это Можно Сказать Лучшая Организация Потому Что Все Необходимо Для Меня Обеспечило И Буду Довольствоваться Тем Что У Данный Момент Есть А у Самого Если Прислушаться К себе Есть Желание Попробовать Себя Именно В UFC Ну Можно Было Попробовать Сейчас После Если Ты Себя Чувствуешь Хорошо И Если Ты Хорошая Форма То Соответственно Я Как Спортсмен Могу Сказать Что У Тебе Бывают Положительные Мысли Именно В этом Виде Смотра И Ты Думаешь Что Ты Мог Б Достичь Ещё Чего То Ну Так Как Я Начал Обратно Берять Форму Мне И Поэтому У Мне Возникает Сомнение Смотра Что Что Я Звел Поэтому Пока Что Я Не Знаю Даже Но Если Наберу Хорошую Форму Наверное Мои Мысли Изменят Вот Так Оно И Беслан Думаю Только Что Ты Дал Надежду Многим Нашим Болельщикам То Что Мы Можем Тебя Увидеть В UFC Это Наверное Хорошо Вот Говоря Конкретно О дивизионе В котором Ты выступаешь Полусреднем Волтервейте Следишь ли За этим дивизионом В UFC Если Да То Кого Ты Мог бы Выделить Там В качестве Потенциальных Соперников Для себя Ну На 77 Дивизион UFC Они Все Очень Крупкие Очень Мощные Поэтому Действительно Это Серьезные Соперники Я Примерно Так Не Приклядывался Но Тот же Конди Тот же Лоубера Это Там Мощный Дивизион Поэтому Каждый Поезд В этом Дивизионе Для меня Будет Сложным Соперником А так Смотрю Любые Веса Неважно Какой-то Вес Если Он Импонирует Тебе То Я Смотрю Веса Ну И конечно Очень Интересно Узнать Чем Ты Занимаешься Помимо Боев Ведь Наверняка Чисто Бойцовской Жизнью Твоя Жизнь Не Ограничивается Какие у тебя Интересы Вообще Помимо ММА Смотри Секреты Расскрывать Ману Если Честно Я Не могу Что-то Выделить Бывая у друзей Именно Чем-то Не Занят Моя Карьера Скоро Подойдет К концу И надо Будет Чем-то Другим Заняться Но Пока Что Таким Определенным Чем-то Что Было Мне Интересно Я Не Занимаюсь Это Постоянно Зал Когда Я готовлюсь Отбивать Зали Когда Нет Ничего Такого Ничего Такого Я не делаю Ничем Таким Я Не Ничего Мы Знаем Что Твой Младший Брат Ислам Тоже ММА Занимается Да И Наверное Пока Ему Трудно Приходится Потому Что Многие Сравнивают Его С тобой То Смотрят На Его Карьеру Через Призму Твоей Карьеры И Это Наверное Очень Давит На Нем Психологически И Пока Откровенно Говоря Наверное Складывается Его Карьера Не Так Как Хотелось Бы Хотя Вот Последний Боях Он Побеждает Насколько Тяжело Было Видеть Его Поражение Тяжелой Ситуации Конечно Это Доставляет Переволнение Переживание Ну На самом деле Спорт Это Тяжелый Тяжелый Труд Я думаю Поэтому Я не могу Ничего Сказать Если Ему Это Интересно И Если Он Думает Что Он Осилит Те Проблемы Которые Будут Ему Сопутствовать В этом В виде Спорта То Все Зависит От Его Психологии Потому Что В любой Момент Человек Может сломаться И Если Он Сломается Как Бо Что Либо Я Либо Кто Другой Не Говорю Ты Уже Это Не Спаешь Поэтому Весь Фундамент Это Зависит От Его Психологии Если Он Устойчив Если Действительно Ему Интересно Он Хочет Что В этом Сделать То Что У Него И Любого Другого Получится Ну Что Беслан На Этому Наша Программа Подходит К Концу Спасибо Большое Что Уделил Нам Сегодня Время Желаем Тебе Скорейшего Возвращения В строй Чтобы Ты И Дальше Радовал Наших Чеченских И Не Только Болельщиков Желаем Желаем Удачи В дальнейшем Спасибо На этом У нас Все Надеюсь Было Интересно И Познавательно Увидимся Ровно Через Неделю До Свидания Ассаламу Алейкум